Так, первый шаг. Большая-большая цель. Я могу вам сказать, примерно, по моим оценкам, примерно 70% всех неудачных внедрений, чего бы это ни было, ломается вот на этом первом шаге. Почему? Потому что если вы первый шаг не сделали, вы потом получаете колоссальное сопротивление, проблемы, кря-кря, бе-бе, мне это не нравится, мы не хотим так работать. И в конце концов, кстати, вы сами в основном останавливаете внедрения, потому что вы смотрите ваши замечательные продавцы, от которых зависит ваш доход. Вы не пытаетесь эти воткнуть, они демотивируются, расстраиваются, это расстраивает вас. Вы думаете, наверное, я все-таки не очень, как это говорится, это не мое управлять людьми и все такое прочее. Понимаете, просто глупая техническая ошибка, неправильная последовательность действий, и возникает идея, что люди плохие, злые, они меня не поддерживают, а я не способен управлять людьми. Второй шаг. Вам нужно всегда этот инструмент адаптировать под свою компанию. Вы, кстати, замечали просто такое общефилософское наблюдение, что сейчас люди, ну знаете, кто читал, есть такая книжка потрясающе толстая, пересдаванная уже многократно, многократно, называется книжка «Маркетинг», написал господин Кортер, толстая. Кто читал от корки до корки, сразу руки опускается. Но видели, кто видел эту книгу, она есть, да, многие видели. Так вот, смотрите, какая проблема, какая проблема с этой книгой. Вот я могу вам сказать, когда я начинал только бизнес, у меня очень был академический подход, я подумал, ну, как бы главное же в бизнесе маркетинге, сейчас я открою книжку по маркетингу, прочитаю и буду использовать, и сразу как бы залечу, как птица в небо. Значит, я прочитал. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных книж в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Так вот, когда я прочитал книжку, когда я начал читать 20 лет назад маркетинг Котлера, я начал ее читать и подумал, это инопланетянская книжка, написанная для инопланетян, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. И, знаете, вот несколько лет назад я видел очень популярное выступление под лозунгом «Маркетинг умер». Он мертвый, что-то такое. Был у кого-то из гуру современного маркетинга, был такой тезис «Маркетинг мертвый». В чем причина? Почему я не смог освоить эту книжку? Я не смог связать реальную жизнь с той теорией, которая там была. Понимаете? Слишком большое расстояние от теории, которая описана очень академическим языком, к практике использования. Хотя, могу вам сказать, я книжку потом таки прочитал через много лет, и я вдруг понял, что там все написано просто гениально. То есть там написано все очень круто, прямо по полочкам, с чего начать и чем закончить. Но единственная проблема – без опыта, без каких-то знаний я не смог это связать в свое время с реальной жизнью. И смотрите, что происходит очень часто с нашими сотрудниками. Им тяжело взять, прочитать маркетинг-кодлеры и применить это к маркетингу в онлайн-школе. Поэтому чем мы им кормим? Мы их кормим курсами, где конкретно написано «Подними правую ногу, опусти». «Теперь левую руку, давай сделай». То есть все упрощено до уровня практического действия. Поэтому, когда вы инструмент внедряете, любой, в том числе и замечательную, потрясающую, великолепную, организующую схему, или CRM, или что угодно, вам нужно взять и адаптировать материалы и регламенты до практического уровня применения в вашем бизнесе. То есть если мы с вами внедряли CRM, то не надо им давать юзер-майнов. Им нужно дать конкретные инструкции, как в вашем бизнесе, с вашими категориями клиентов и с вашим всем это применять. Понимаете, о чем я говорю? Это немножко бумажная работа. Владельцы бизнеса, архитекторы, руководители эту работу не очень любят, потому что это надо сидеть, читать, писать, нажимать кнопки бумажки. И они думают, ну, я просто им отдам, они же умные, они разберутся. И что мы получаем? Из-за того, что сотрудник не может преодолеть вот эту дистанцию между написанным в общем менулом и конкретным применением, конкретным видом действий клиентов в вашей компании, что происходит? Вам вот этот вот габ, вот эту яму, приходится заставлять его преодолевать вручную на протяжении всей оставшейся жизни. То есть гораздо проще адаптировать эти менуалы, адаптировать эти инструкции, сделать их коротенькими, там, чуть ли не в картинках. И тогда вам легко... То есть второй шаг – это бумажная работа. Третий шаг – вам нужно, конечно, их обучить по этим инструкциям. И четвертый шаг такой? А что здесь внедрение? Это все внедрение, все, что рассказывает, это внедрение. Контроль, 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 контроль. Позитивный контроль. Ты должен это сделать. Да, ты не можешь уйти с работы, пока ты не закрыл все эти карточки и не заполнил все данные. Мне приходилось делать разные вещи, это зависит от корпоративной культуры, насколько жестокие вещи приходится делать. Но в некоторых своих компаниях у меня, например, было такое правило. Если там у тебя есть незакрытые карточки, незакрытые циклы, ничего, сынок, не переживай, просто не получишь зарплату. И все. Пока не закроешь. Что-то в этом роде. И почему-то, кстати, это магически срабатывало. Люди, даже если они на патичном, они умудрялись получить доступ в систему и все позакрывать. Даже когда они уезжали в отпуск, они находили способы как с кем-то связаться, чтобы он за них это сделал. Понимаете? Люди потрясающе изобретатели, когда мы создаем некоторые, то, что мы называем уровень необходимости. То есть контроль, 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 контроль. Короче говоря, какие бы вы инструменты не внедряли, а вот эти основные шаги вам должны помочь. Это имеет для вас смысл? Да. А, хорошо. Да. А еще раз, какой был первый? Дать цель, причину. Какой второй? Адаптировать инструмент, чтобы его было вообще не надо было думать. Третий. Обучить. Четвертый контроль. Все. Это базовый паттерн, базовый шаблон внедрения чего угодно, куда угодно. Людей они. Людей. Я сейчас говорю о людях. Итак, теперь давайте поговорим все-таки про организующую схему. Слава Богу, презентацию вы увидите. Она потрясающе на самом деле работает. Легко перехарчается. А, что он не перехарчает? Нет. Очень красиво. Есть еще. Так, хорошо. Организующая схема. Почему она называется организующей? Она, кстати, не орг-схема. Это именно организующая схема. Это не организационная схема. Она организующая, потому что она должна организовать. Окей, давайте так. Предположим, у вас есть несколько сотрудников, и вы хотите организовать. Что мы будем делать? Что значит организовать? Что мы будем делать? Да вы просто кинем, а не жмута. Надо распределить обязанности. Дальше что надо сделать? Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Установить этим обязанностям какие-то цели, да? Так, что еще? И контролировать. Ну, чуть-чуть тут немножко пропустили, но в целом первые шаги очень правильные. Хорошо. Давайте, вы правильно назвали, то есть первое понятие, которое нужно понимать для организования, это такое понятие функция. Функция – это определенный вид работы. У вас, кстати, презентация есть в этом, по-моему, в чате. Функция – это определенный вид работы. У нас с вами разные функции есть. У кого есть функции владельца бизнеса? Отлично. А у кого при этом, кроме функции владельца бизнеса, есть еще функции топ-менеджера? А у кого, кроме функции владельца бизнеса топ-менеджера, есть еще функция продавца? Я, ладно, мы на кругу просто себя повредим, на самом деле. Понятно. Да, у одного человека может быть несколько функций. А как вы считаете, как эффективнее работа делается? Когда у нас одна функция или когда несколько? Одна. Когда одна. Все очень просто, да. И вот идея организовывания, она на самом деле очень проста. Организация любая представляет собой набор функций. Кстати, сейчас хочу обратить внимание, прямо у вас концентрировать, что это набор функций, а не людей. Мы сейчас говорим о функциях, потому что есть такие маньяки, которые выполняют много функций, особенно в маленьких компаниях это является обычным делом. Что, естественно, негативно влияет на их продуктивность, на их результативность, на их ощущение радости жизни, стресса и многих других вещей. Но, тем не менее, набор функций является абсолютно объективной штуковиной. В любой компании есть определенный набор функций. Все очень просто. Ну и вот здесь такая картинка. У нас есть, не знаю, какая-то автомастерская, есть тот, кто дает рекламу, есть тот, кто работает с клиентами, есть тот, кто диагностирует эти автомобили, есть тот, кто потом оформляет или снабжает, и тот, кто делает ремонт, и есть какой-то бизнес-процесс, есть какой-то поток. И у нас здесь есть такая феноменальная штука, как разделенные функции. Почему мы делим эти функции, мы уже ответили, да, для того, чтобы это было эффективно, это было хорошо. Ну, согласитесь, что тяжело сочетать функции ответственного за рекламу и функции механика по ремонту. А почему, кстати, их тяжело сочетать в одном человеке? Компетенции. Разные компетенции, разный характер, так ведь, разная выносливость, разные люди с разным образованием. И еще такая штука интересная, разные совершенно инструменты. У механика одни инструменты, у ответственного за рекламу совершенно другие. Вот это, кстати, то, что я сейчас рассказываю, это идея классического менеджмента. Если человеку дать определенную узкую функцию, дать ему инструменты, организовать ему рабочую среду, то вдруг его производительность взлетает в разы. Вот так когда-то легендарный Генри Форд произвел революцию в мире автомобилестроения, потому что он достиг невероятного результата. Автомобили стали стоить столько, что средний рабочий мог их купить. До него автомобили были, они ездили по дорогам разных стран мира, но они стоили как яхты. Почему? Потому что себестоимость была колоссальная. Автомобили собирали на стапелях, так и сейчас собирают люксовые какие-то супердорогие автомобили. То есть это когда не конвейер, а когда мы его собираем, прямо вот этот вот экземпляр, а рядом мы собираем другой экземпляр. Вот сейчас так собирают самолеты. Видимо, поэтому самолеты немножко дороже, чем автомобили. Ну или ничего не говорим, если выше. Но вот это идея организации. Мы делим функции, они выполняются. Теперь смотрите, и мы хотим получить высокую эффективность. В этой системе заложен колоссальный подвох. Видите, общая производительность системы зависит от того, насколько хорошо сработала каждая функция. Что произойдет, если хотя бы одна из этих функций перестанет выполняться? Это крах всей системы. И вот это самое страшное в организационном подходе. То есть у вас может быть самый гениальный механик по ремонту, потрясающий диагностик и гениальный менеджер. Но если вот эта функция не выполняется, они все сидят и играют в домино. И это полный крах системы. Это реальность на самом деле. Или у вас совершенно гениальный человек ответственный за рекламу, вы продаете просто гениально, но никто не поставляет запасные части, механик сидит без работы и все останавливается. Понимаете идею? Ладно. То есть вывод очень простой. Системы с разделением функций нужно управлять. То есть кто-то должен постоянно, непрерывно мониторить то, что происходит в этой системе. И для этого нам нужны, конечно же, показатели. Для этого нам нужно измерять, для того чтобы управлять. Насколько это легко делать, когда множество функций сочетается в одном человеке? Это ад. Поэтому когда мне кто-то говорит о том, что малый бизнес это так хорошо, это так эффективно и так потрясающе, я понимаю, что человек вообще не понимает, что такое менеджмент. То есть он вообще не понимает. Потому что малый бизнес это ад на земле. Вы не можете нанять в классическом бизнесе, вы не можете нанять секретаря. Вам нужен секретарь, который еще выполняет функции найма, он еще выполняет какие-то функции в отношении финансов, и он еще выполняет еще какие-то там, еще какие-то функции. Когда вы ему говорите, а что там ты, Машенька, не хватаешь телефонной трубки, как угорелая, она вам что отвечает? А я в это время занималась снабжением или что-то такое. Потом у вас ручка снабжения, вы говорите, ну где там наше снабжение? Она говорит, так вы же говорили, я вот здесь вижу и поднимаю телефонные трубки. Это реальность жизни. То есть чем больше функций выполняет отдельный человек в вашей компании, тем сложнее вам, как руководителю, управлять. Согласны? Ну или не вам, любому руководителю управлять. А тем более, когда он в точности не понимает, за какие функции отвечает человек, это становится очень сложно. Поэтому фокус на самом деле в том, что чем меньше компания, и то, что я вам сейчас скажу, это страшная штука, но чем меньше компания, тем более умелыми менеджерами вы должны быть для того, чтобы вырваться из этого. Большим корпорациям намного проще управляться, потому что функции более специализированы, понимаете? Я, кстати, впервые себя почувствовал настоящим, могучим руководителем, только тогда и почувствовал себя настоящим менеджером, когда у меня в компании было больше ста человек. Потому что у меня был четко, понятный отдел продаж с руководителями, ответственный за маркетинг, эти отвечают за финансы, это за производство и так далее. Понимаете, клавиши, пам-пау-ра-рам-пам-пам, есть измерение, и я вижу, в какую точку этого бизнес-процесса направлять свою энергию для того, чтобы его развивать. Я вижу узкие места, понимаете? И самое страшное во всей этой истории, что природа у вас не спрашивает, сколько у вас людей. Даже если у вас есть два человека в вашем могучем онлайн-бизнесе, вам нужно определять идеологию, продвигать, продавать, заниматься финансами, коммуницировать, выполнять сам продукт, обслуживать клиентов и так далее. Вы все равно неизбежно это будете делать, потому что определенный набор функций это закон природы. Какую-то из функций можно некоторое время игнорировать, но потом она взрывается вам в лицо. И оказывается, что ваш второй сотрудник могучий говорит, ну ты знаешь, а я ухожу в декрет. А у вас некого нанимать, вы никогда не нанимали, вы не знаете, как нанимать, где этих людей брать, как быстро вводить должность. И вы теперь должны все это делать. Вот такая вот история. Поэтому организация другими словами. Что такое организация, вы уже понимаете, это набор функций, объединенных общим бизнес-процессом с какой-то определенной целью и с обязательным управлением. Поэтому, когда мне говорят, знаете, любители бирюзовых подходов, еще каких-нибудь подходов, они говорят, ну ты знаешь, это все старое, это уже пыль, это уже прах на самом деле, руководители, подчиненные, это уже старая модель отношений, на самом деле в современном мире это не используется и так далее, и так далее. Достаточно показать эту картинку, объяснить и потом сказать, ну хорошо, а как здесь мы будем летать. Вот такая бирюзовая автомастерская. Такие вот ребята собрались с утра, они как-то вместе вдохновились, как-то согласовали действия и там самоуправляемо переставляют карточки на конване, понимаете, туда-сюда. Просто красота. Смотрите, мы с вами просто очень часто путаем одну интересную штуку, что касается иерархического, иерархического подхода. Штука вот какая. Действительно есть подходы, проектные подходы для творческих групп. Творческая группа это группа, которая создает креатив, создает какой-то новый проект. Принципы управления такими творческими группами действительно немножко другие. Почему? Потому что там нет настолько специализированной функции вот этого потока, понимаете, который шурует через эти функции. И поэтому в таких конкретных группах творческих, да, можно использовать и нужно использовать другие принципы. Иерархия намного мягче, подходы к управлению гораздо более мягче, больше самоорганизованность. Но для каких областей в компании это подходит? Где это работает? В какой области? Там, где мы создаем, например, какой-то креативный продукт. Дизайн. Когда мы брейнстормим, чтобы создать стратегию, понимаете? Но не в основном бизнес-процессе. Вот это очень важный момент. Надо очень четко понимать, где и что использовать. Спасибо большое за слайды. Итак, что такое организация? По сути, можно свести к двум простым признакам. Это очень понятные определенные функции и упорядоченное движение частиц. Частицы – это документы, люди, все что угодно. Или, скажем, упорядоченное коммуникации, упорядоченное взаимодействие. Потому что, если они между собой нормально не взаимодействуют, эта штука тоже остановится, она работать не будет. Согласны с этим? Вот, по сути, вы сейчас понимаете все основы организации, которые очень часто люди забывали. Теперь еще одна страшная штука. Не буду об этом много говорить, вы об этом просто гений. Те, кто, я знаю, потому что я общался с вами во время нетворкинга. Смотрите, у каждой компании есть определенный бизнес-процесс. Ну, если мы возьмем такой простой, не знаю, какой-то розничный магазин. Там есть функция, чтобы определить правильный ассортимент. Потому что магазин где-то находится, люди ожидают определенный ассортимент, у них есть определенное количество денег в кармане. То есть, там должны быть продукты, подходящие их к карману, там люди, которые вокруг проходят, трафик, в общем, правильное место, правильный ассортимент. Согласны вы с этим, что такая функция есть? Кто-то должен его определять и поддерживать. Есть такая функция? Дальше. Ну, есть, конечно, функция рекламы. Даже если магазин надо как-то заманивать, витринки, вывески, какие-то раздачи, листовочек, а может даже интернет какой-то. И это тоже нужно. Дальше. Оформление витрин – это отдельная функция, которая должна заставлять правильное оформление витрин. Что делает? Чему она приводит? Продажа привлечения. Не, не, продажа не приводит. Продажа привлечения. Продажа привлечения. Человек хочет, а что там внутри, да? И он издалека это видит, его это привлекает, и он заходит, это как пылесос, заходит в дверь магазина. Окей. Потому что есть магазины, которые ты смотришь и не понимаешь. Подходишь ближе, смотришь, но не понимаешь. И ты уже думаешь, блин, что же это такое, надо зайти посмотреть, потому что я такого феномена не видел, я не могу понять, что там. И потом есть продажа. Он зашел, тело пересекло траницу магазина, кто-то должен в него вцепиться и, в общем, продать. Ну и потом, как правило, есть еще функции густовых, он купил, что-то с ним дальше сделать, чтобы сделать повторную продажу. Очень простой шаблон. Так вот, могу вам сказать, как вы думаете, когда вы смотрите на большинство магазинов, обычных рядовых магазинов, можно сказать, что у них отсутствует какая-то из этих функций? Массово. Я могу вам сказать, очень часто страдают, если это маленький локальный магазин, о том, что надо делать рекламу, они даже не подозревают. Они считают, что достаточно открыть магазин, раскрасить, оформить как-то витрину, и народ сам должен подтянуться, сидят и ждут. Для вас это дико, но это действительно так. Почему такое происходит? Как вы считаете? Почему такое происходит? Почему может быть магазин, который даже вообще не делает никакой рекламной активности? Да, то есть улица проходимая, но вы согласитесь, если на проходимой улице еще добавить рекламки, ну это будет вообще хорошо. Почему? Старый опыт, раньше это и давно. Старый опыт, потому что раньше работало так, так. Да, это наше всего. Низок уровень образования, владелец бизнеса. Совершенно, смотрите. Просто если говорить проще, да, с точки зрения, я работаю в основном с владельцем, меня в основном волнует, что происходит у них в голове. И с этой точки зрения могу бы вам сказать такую простую вещь. У него в голове этой функции нет. У архитектора этого бизнеса, да, даже если там маленькие бусинки бизнеса, у архитектора этого бизнеса нет этого чипа в голове. в его представлении о том, как должна работать эта компания, вообще этой функции нет. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы видите какой-то бизнес, который функционально неполноценный? О, как это звучит. И он функционально неполноценный, вы начинаете общаться с владельцем, и вы понимаете, что он даже не понимает, что там что-то должно быть. Сталкивались с этим? Да, абсолютно. Это именно так. Ну, понятно, что те функции, которые я вам показал, их явно недостаточно, чтобы развивать бизнес и процветать. И тем не менее, когда я впервые начал заниматься систематизацией собственных производственных компаний, я, естественно, как нормальный человек, пошел в магазины читать книжки по менеджменту. И первое, что меня интересовало, ну, я электронщик, знаете, мы электронщики сначала рисуем схему, как это все должно быть, а только потом берем паяльник и втыкаем микросхемы куда-нибудь. Ну, так у нас заведено у электронщика. Потому что считается, что обычно это приводит к результату. И, кстати, так оно и есть. Поэтому, когда мне надо было построить компанию, я, собственно, начал тоже с того, что думаю, ну, пойду найду, где продается справочник вот этих вот электронных схем для постройки компании. Я же нормальный, я здоровый человек. Я понимаю, если в этом мире 100 тысяч ресторанов, то очевидно, ну, у них есть какая-то схема, как паяют эти рестораны. А если, ну, тогда у меня школ не было, ссори, это было, ну, когда земля была теплая, динозавры, и не было интернета, на самом деле, не было. Это еще страшнее представить, но интернета когда-то не было. Так вот, естественно, я пошел в книжные магазины, это там, где продают настоящие бумажные книги, и начал брать с полки книжки о менеджменте, открывать и искать, где же эта схема. Хоть какой-то намек на схему. И я обнаружил совершенно поразительную вещь. В этих учебниках по менеджменту в основном было написано следующее. Схемы компании бывают линейные. Они также бывают какие? Параллельные. Какие еще? Матричные. И комбинированные, когда все эти вещи сочетаются. И обычно в конце вот этой мудрой главы о том, какой должна быть структура компании, там написано душераздирающая вещь. Ну, а теперь вам надо выбрать, какая лучше всего для вас подходит. До свидания. Ну, хорошо, вот они сказали, что это надо. Это уже радовало, на самом деле. В общем, в попытках найти что-то, естественно, я начал ходить в разные компании и смотреть. Ну, не может же быть такого. И вы знаете, вот тогда я впервые увидел, какова бездна, на самом деле. Ну, какой масштаб этого бедствия. Потому что я обнаружил, что обычно в компании эта схема называется паук. Я ее так назвал паук, потому что если ее визуализировать, то это все соединяется со всем хаотично разбросанно и так далее. Видели когда-нибудь такие схемы? Паук. Кто-то пытался нарисовать схему своей компании. Паутина. Но была одна компания, и я не буду скрывать, была одна компания, которая меня поразила. Это была маленькая компания, в которой работало человек 150-200. Находилась именно в городе Вишневом от Киева. Пришлось еще ехать из города туда. В этой компании тогда был один гипермаркет такой, который в основном торговал оптовой продажи продуктов питания и один гипермаркет. И называлась компания, необычайно смешно просто кататься, называлась она ФОЗИ. Да, тогда еще просто ФОЗИ, а сейчас она называется ФОЗИ Групп. Это самая крупная сегодня коммерческая компания, частная компания Украины. Там работает больше 20 тысяч сотрудников на сегодняшний день. Но меня тогда эта компания поразила мне антураж, потому что это было ужасно грязнее. Но как выглядят базы продуктов питания и вот эти 20 и более летние супермаркеты, гипермаркеты, вы представляете, это было довольно мрачно, это не поражало воображение. Но что поразило воображение, это организующая схема, которую я увидел у них на стене. И вот я там ее увидел, естественно, срисовать как мог срисовал, фотоаппаратов не было в этот цифровый просто тоже, смартфонов тоже. Поэтому срисовал прямо на бумаге. У меня где-то эти записи, наверное, они до сих пор хранятся. Ну и, конечно, мне стало интересно, на чем она основана. Я начал копать, искать первоисточник, читать, разбираться, адаптировать для своего бизнеса и так далее. Но, тем не менее, мне это очень вдохновило, хотя даже само предприятие меня не сильно в то время вдохновляло. Сейчас их рост, он действительно является таким большим символом. Эта компания, просто для тех, кто не из Украины скажет, эта компания владеет крупнейшей национальной сетью супермаркетов, очень крупной национальной сетью магазинов дома. Сеть аптек, сеть ресторанов, ряд больших производственных компаний, логистические компании, компании дистрибьюторские, ну и много там всяких чего, в общем, всяких разных вещей. И они использовали организующую схему 20 лет назад и использовали, и продолжали ее использовать. Значит, что такое, по сути, организующая схема? Это некоторый шаблон, который говорит, что в организации любой есть 7 основных функций. Первая функция в любой организации это функция управленческая или управляющая функция. Ее выполняет владелец бизнеса, ее выполняет топ-менеджер. В чем заключается управленческая функция? Что самое главное? Постановка цели. Постановка цели. Контроль. Стратегия. 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 Что еще? Идеология. Идеология. Еще могу сказать, смотрите, фактически управленческие функции, я знаю, что не все это относят к управленческой функции, но это так. Относится к созданию фреймворка, созданию правил, созданию регламента, в том числе, кстати, самой организующей схемы. То есть это все находится там, внутри 7 отделения. Это то, что делаем мы с вами, создатели бизнеса. Мы продумываем идею. Стратегический маркетинг, то есть брендинг, находится там. Разработка продукта самого находится именно там. Потому что вы понимаете, да? Одно дело разработать продукт, а другое дело его штамповать и предоставлять. То есть разработка продукта находится там. Там очень много работы, но вся эта работа связана с тем, что мы ни пашем, ни сеем. В основном это идеи, бумажки и документы. Идеи, бумажки и документы. А также мы, как управленцы, мы меняем приоритеты. В деятельности мы говорим «не, не, не туда, идем сюда». То есть мы фактически задаем ход всей деятельности. Вот это управляющая функция. Это то, что мы делаем, как управляющая. Следующая функция, которая есть в любой организации, это функция, которую можно было бы назвать «построение организации» или «организационное построение». Я не знаю, насколько вам близка, например, такая идея, что каждая компания, организация должна расширяться. Согласны с ним? Может ли организация расширяться, если не расширяется количество людей? Нет. Только до определенного предела. Вот, как могу сказать, есть очень маленький процент бизнеса, который может расширяться, не расширяя количество людей. Но и только происходит до определенного предела. А что это за бизнес, который без людей может расширяться? дробокс там много людей там продавцы есть они мне писали все время я с ними общался там точно есть люди дробокс нет есть как шея человек у них идут активные рекламные кампании попробуйте подписаться на друг бокс например с высоким пакетом потом отписаться вы тут же получите привилегию общения с продающим персоналом дробокс организационного построения что это значит что кто-то должен постоянно создавать организацию вы уже знаете что такое знаете определение организации давайте перейдем практическому уровню что значит создавать организацию как вы считаете что надо делать чтобы создавать больше организации до нужно определять во-первых где у нас слабые функции нужно нанимать людей нужно правильно распределять между ними функции нужно нанимать быстро вводить их в должность кстати а кто сталкивался с тем что есть как например компания есть такая могучая не работает 10 человек у нее есть определенный уровень прибыльности а потом мы решаем расшириться и нанимаем еще троих и наша прибыльность у кого такое было окей а вы действительно гений а теперь скажите мне с точки зрения организации почему так может происходить помните это поток специализм точно абсолютно точно это правильный ответ сейчас прозвучал какой правильный ответ такой мы наняли людей не туда куда надо было нанимать понимаете этот парень возвращаясь к этой картинке которые я вам показывал что делает этот парень когда он если он не представляет что реклама имеет значение и он хочет увеличить доход что он делает больше больше да он пытается изменить раскладку товара потому что у него об этом есть представление он пытается возможно улучшить продавцов затренировывает их до полусмерти то что они начинают бросаться на людей где разбегается из магазина и он обычно не получает результат он говорит это фигня все это работает тренинги по продажам не работают я нанял на тренировку еще раз все равно лечение продаж нет поверьте мне то что я сейчас рассказываю это достаточно реалистичный кейс меня отнимали крупные компании еще до того как мы создали швб высоцкий консалтинг бустер я ходил по нормально как нормальный человек по большим компаниям с командой и консультировал так вот я сталкивался чуть ли не с каждым вторым кейсом я сталкивался с тем что мне говорили мы хотим увеличить продажи что нам сделать с нашими продавцами как бы нам так их заорганизовать я смотрел на отдел продаж я видел что эти ребята работают они работают неплохо я спрашивал а что у вас реклама они говорили да нет нет мы хотим продажи увеличить что с рекламой это у нас визитки есть отлично я обнаружил что они ни копейки не тратят на рекламу понимаете их чертовы гений продавцы как-то умудряются добывать откуда не знаю откуда они добывают этих людей эти лиды они продают продажи естественно колоссально трудоемкие естественно как результат делать эту работу продавца становится невыносимо тяжело нанять таких продавцов становится невыносимо сложно потому что какой дурак пойдет на такую работу а если же мы нашли какого-то черного гения то платить ему надо так чтобы это компенсировал всю боль которую он получает на самом деле когда он делает холодный звон его посылают то есть это дорого это сложно и так далее единственная причина почему это происходит потому что его вселенной пропущена вот эта функция так вот функция построения смотрите заключается в следующей вещи мы не просто нанимаем людей вводим их должность мы сначала проводим анализ где у нас узкие функции в нашем производстве обратите внимание это можно сделать когда только если у вас есть функционально полноценная организующая схема если мы какую-то функцию пустим то эти ребята они не смогут сделать этот анализ для них просто эта функция будет не существовать он старался нанимать продавцов и это что-то будет тяжело по стенке идти понимаете что происходит поэтому они делают анализ они нанимают они быстро проводят через испытательный срок они вводят должность они обеспечивают человека рабочим местом они обеспечивают средствами коммуникации электронной почтами сиренами всем таким и они же мониторят все показатели включим показатели компании инспектируют эти показатели если что-то идет не так очень важная на самом деле функция она кстати именно поэтому чуть выше чем другие на организующие схемы и обратите внимание это выходит немножко шире чем за рамки ничтар который обычно говорят что но вот это реча занимать это немножко шире чем просто функция чат и так следующая функция очень простая эта функция мы называем или первоисточники называется сымненщин это распространение то есть она заключается в том что нам надо рекламировать наш продукт нам надо создавать его понимание прогревается что называется и нам нужно продавать и чем бы мы с вами не занимались в каждом виде бизнесе это на самом деле есть есть некоторые виды бизнеса в которых есть например здесь реклама продвижения но нет продаж например супермаркет действительно они изначально задуманы так чтобы работать без продавцов там только кассиры собирают деньги на кассе бывает интернет проекты которые действительно в которых нет обычных продавцов но большинстве видов бизнеса и даже онлайн у нас есть продавцы и нам нужно поставлять им лиды и все это происходит здесь и главное чем занимается эта функция она создает доход следующая функция это обращение с деньгами это обращение с финансами иногда слышишь такую идею что там всех пускать никого не выпускает деньги надо экономить и все такое прочее но на самом деле нам нужно быстро обращаться с финансами потому что если мы не закрываем все нужды если мы быстро не обеспечим компанию всем чем нужно у нас производство также останавливается но что делают вот это финансовое подразделение в отношении денег она контролирует и добивается чтобы каждая копеечка которую вы потратили приносила вам инвестиционную отдачу была потрачена и взята под контроль чтобы деньги не разбазарились потому что на самом деле деньги такая штука люди любят их прожить следующая функция чем бы мы не занимались какой бы это ни был бизнес нам нужно производить наш продукт нам нужно предоставлять наш сервис ну и у нас в компании бизнес бустер всемирно известны которые представляют консалтинг по внедрению инструментов управления здесь технической области находятся те кто открывает доступ и отвечает на вопросы ну и конечно ядро этой технической функции это консультанты которые сопровождают клиента помогают подталкивают объясняют разъясняют дают дополнительные материалы и так далее а также там находятся те кто обеспечивает что сами там платформы работали и все такое прочее и они собственно говоря предоставляет продукты результат пользу за который клиент вопрос вам если это розничный магазин что будет техническая функция различного да касса у нас финансовом отделении обычно находится смотрите техническая что такое торговля помните как это раньше пустыня верблюды жара купили подешевле в китае везем сибирь сибири в обратную сторону что-то еще понимаете в китае китайский фарфор просто навес песка сибирь привезли это просто сокровище точно также сибири взяли шкуру привезли в китай там это сокровище что ценного этот вид деятельности предоставляет логистика смотрите любая торговля на самом деле это логистика предоставить потребителю покупателю в удобном левом месте в удобном ассортименте плюс какими-то дополнительными сервисами поэтому что касается розничного магазина это наши полочки заполненные товарами чтобы был весь ассортимент чтобы наш покупатель мог купить все что ему нужно это было свеженькое хорошее в том месте и в том ассортименте которые собственно говоря я могу сказать если нанести порядок только в команды для коммуникационных линиях эффективность взлетает до небес на самом деле сотрудники начинает взаимодействовать друг с другом и скорость взаимодействия увеличивается скажите вы это не чувствовали что через вас идет поток коммуникации и вы уже тормозите свой бизнес у кого было такое чувство вот если у вас такое чувство было это значит что у вас абсолютно вот этот подход не работает у вас и система быстрого потока система анти быстрого потока и вы все замкнули на себя но здесь есть конечно жестокий подвох жестокий подвох вот какой это невозможно сделать без организующей схемы то есть систему быстрого потока невозможно сделать когда мы не знаем какие функции есть компании сейчас я покажу вам такую более реалистичную а потом передам уже слово валентин система быстрого потока не работает у меня здесь где то есть такая живая настоящая организующая схема не просто схема схема но как-то вот тогда фрагменте организующие схемы в которой есть все функции в которой указаны имена людей и только если у нас есть вот этот инструмент в котором есть все функции не только укрепленные но не делись повышенные мы вообще crazy маньяки у нас еще здесь видите продукты для каждой функции определены есть имена людей и только в этом случае есть шансы использовать систему быстрого потока причем кто кстати готов схема она выглядит просто чудовищный то что я вам большая сложная ему показывают на вот этой схеме насколько я помню стоит человек не менее просто эти пять человек закрывают все функции на этой организующей схеме и это классный подход потому что когда у нас количество сотрудников увеличивается что у нас происходит они просто спускаются сверху вниз занимают более узкие детализированные функции организующая схема не меняется организующая схема не меняется да значит нам рекламенты менять не надо, систему основных показателей нам менять не надо, она стабильна, то есть вы эту работу один раз сделали, фактически организующая схема это как детальное описание вашего бизнес-процесса, который в целом не меняется. Да, конечно, вы что-то новое внедрили, начали использовать новые методы интернет-продвижения или что-то такое, надо будет что-то подкрутить в организующей схеме, это понятно. Но в целом это описание бизнес-процесса остается без изменения. И сколько бы у вас людей не появлялось, она просто заполняется сверху вниз, детализируется с ростом компании. Классная штука? А вот за это я ее, собственно говоря, и полюбил. Понимаете? Вот когда-то, когда я начал заниматься бизнесом, я осознал одну вещь. Бизнес – это штука, которую вы можете воспроизводить. Это штука, которую вы можете, если вы не можете увеличить количество станков, это не бизнес, это искусство. Это искусство. Пикассо, черт, понимаете? Он один, у него свой характерный стиль, и второго быть не может. И поэтому картины Пикассо стоят дорого, и со временем они стоят еще, 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 еще дороже. Это не бизнес, это область искусства. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы заменить этого замечательного, прекрасного гения, усилить его, дать ему, разбить его функции, распределить его функции, чтобы работала система, чтобы работало много людей, умеренного уровня квалификации. Почему умеренного уровня квалификации? Потому что шкала логарифмическая, грубо говоря, на каком-то уровне стоимость специалиста одна, но если вам надо в два раза более компетентного, там стоимость не в два раза выше уже там, а в 16 раз выше, ну и так далее. Понимаете? Это шкала логарифмическая, это раз. Второе. Для того, чтобы вы хотите расширяться, и вы рассчитываете, что у вас вот такого у технического уровня будут специалисты, а вы представляете, какого уровня у вас должен быть HR? А какого уровня у вас должны быть руководители? А какого уровня у вас должны быть те, кто проверяет качество их работы и корректирует их, 5-е отделение? Понимаете, какая штука? То есть вы попадаете в ловушку, что вы не можете расширяться по той причине, что вы взяли... То есть, в общем, мой подход всегда был такой, мы строим идеальные компании из неидеальных людей. И, грубо говоря, здесь должен быть здравый баланс между тем, что дает система и взаимодействие, и личными талантами. Вот скажем так, я предпочел бы более надежную, более управляемую систему, потому что мой подход всегда был в бизнесе, когда я принимаю решение, я смотрю не на то, какую прибыль мы можем отжать до конца недели, а на то, насколько эта штука будет работать в течение нескольких лет, потому что я лентяй, я не люблю делать 2 или 3 раза одни и те же вещи, я предпочитаю искать такие решения, которые будут работать на протяжении длительного срока. И еще один момент. Я всегда задаюсь вопросом, а вот этот подход, а вот это решение, смогу ли я его делегировать? Если я смог найти этого чертова гения, а сможет ли мой преемник, руководитель, директор так же поступать? Есть ли у него шансы? Вы знаете, кстати, есть такой феномен в найме, что люди не нанимают людей, которые сильнее их. Кстати, проблема, колоссальная проблема найма, это то, почему нам нужны на найме очень крутые ребята, и то, почему нам самим всю жизнь приходится нанимать топов, и мы никогда от этой кармы не уйдем, потому что какой бы у нас ни было HR, бывают исключения, но большинство людей так устроены, что они не могут нанять человека намного круче, чем они сами, потому что они просто даже не распознают этого человека, они не способны распознать, оценить его крутизну. Реально это для вас то, что я вам говорю? Да, наверное, да. Ну, в общем, вот это такая короткая версия. А у меня просто, знаете, какой вопрос есть? Вы знаете, вот, это интересно, мне интересно ваше мнение, как вы считаете, вот представьте, вот сейчас вам, чтобы делать ваш бизнес, вам нужно, скажем, 27 человеко-единиц, ну, неких условно человеко-единиц. А вот как вы считаете? У вас компания должна быть, ну, то есть у вас, грубо говоря, трудозатрат сегодня, вот объективно, например, на 27 человеко-единиц. Вот как вы считаете? Вам надо иметь в компании людей больше, чем 27 человеко-единиц или меньше? Или 27? Меньше 27. А у меня к вам такой вопрос. Вы когда больше готовите, ну, если тем, кто готовит больше, вы свеклы покупаете, да, вот вам в рецепте надо 227 грамм. Вы покупаете свеклы 227 грамм, меньше или больше? Ну, почему? На какой случай? Ровно 227. Да, но 227, вы знаете, нельзя. Так не получается. Либо меньше, либо больше. Жизнь так устроена. Там невозможно ровно 227 отрезать. Смотрите, какая интересная штука есть. А для вас реально, что у людей есть срок годности? Они уходят в отпуск, они выходят замуж, они женятся, переезжают в другую страну, беременененею, не дай бог болеют, а еще они умирают иногда. Вы понимаете? Это, конечно, я грубо говорю, но вы понимаете, что если у нас людей столько, сколько нам надо прямо сейчас, мы в катастрофической опасности. То есть на самом деле у нас уже меньше, потому что мы их теряем. Потери людей это нормально совершенно. Ну, то есть люди это живые существа, они предлагают лучшую работу, они начинают там, уезжают на бали, понимаете, заниматься йогой и на конференции и так далее. Смотрите, вам одну вещь, я хочу сказать, я это обнаруживаю у предпринимателей, меня необычайно забавляет. Дело в том, что правда следующее, это законы менеджмента. Вам нужно, если вы хотите расширяться, вам нужно иметь избыток людей всегда. Это прямо закон. Вы должны иметь людей всегда больше, чем работают. Всегда больше, чем работают. Потому что иначе вы не расширяетесь, вы иначе сокращаетесь. Потому что люди это не субстанция, которую можно контролировать на 100%. Понимаете? А еще у них настроение иногда падает, а еще иногда жена их расстраивает или муж, и они не могут. Понимаете, что происходит? То есть, если мы стараемся с вами попасть в эти два самых 27 человека единиц, то вам крышка, вы не можете расширяться. Для того, чтобы расширяться, нужен избыток людей, избыток рабочих рук. Потому что вы хотите же новые какие-то методики внедрять, новые технологии внедрять, вы хотите качество улучшать. И это все требует человека единиц, это все требует трудозатрат, поэтому единственная правильная точка зрения для расширения бизнеса, вам надо иметь всегда избыток персонала. Но, конечно, какой-то контролируемый, понятное дело, избыток, да? Какой-то рациональный избыток. Причем, вы когда-нибудь слышали, что у крупных корпораций стажерский корпус, там, 200 человек, там, и все такое прочее, какие-то, они какие-то чокнутые, они устраивают какие-то конкурсы, они держат на этих конкурсах одновременно по 800 кандидатов, которые рубятся в конкурсах, чтобы подать кадровые резервы и так далее. Это, поймите, они не жиру бесятся. Это один из законов менеджмента. Вы должны иметь избыток персонала. Это раз. И второе, а как вы считаете, когда у вас есть текучка, это хорошо или плохо? Хорошо. Нормально. Хорошо, плохо, нормально. Понял? Хорошо. Да, смотрите, на самом деле, текучка это хорошо, когда это касается нижних уровней иерархии. То есть, если у вас есть супермаркет, или там, компания, там, у вас рядовые сотрудники приходят на рядовые позиции, и там есть текучка. Это абсолютно правильно. Почему? Да никто не умеет нанимать стопроцентно. Нет методик в этом мире, который позволяет вам на стопроцентно определить, насколько этот человек подходит. Для вас это реально? Да, есть методики, которые позволяют снизить процент ошибок драматично, очень сильно. Но нет методик, которые дают стопроцентного результата. Поэтому у вас единственный способ, как расширять компанию, это принимать людей на какие-то простенькие функции, внимательно и быстро наблюдать за теми, как они работают, и жалостно заменять тех, кто вам не нравится, и продвигать тех, кто вам нравится. И для этого текучка внизу должна быть все время. Когда у вас текучка наверху, это катастрофа. Всегда катастрофа, понимаете, это действительно плохо, потому что это всегда большая проблема. Но для того, чтобы сохранять вот эту модель, избыток персонала, внизу текучка, а наверху все стабильно. А если там все равно, так как мы не можем стопроцентной стабильности обеспечить, потому что люди все-таки переезжают, болеют, уходят и так далее, то нам нужно иметь еще вот этот вот лифт. И вот всем этим занимается первое отделение. Я могу сказать, если оно этим не занимается, если над этим кто-то постоянно не работает, компания не может расти. Она даже не может поддерживать тот же самый уровень. Понимаете? Это постоянная работа. У меня был вопрос. Но это же стоит денег, правильно? Это надо закладывать в бизнес-модель. Если владелец бизнеса не представляет, что эта функция существует, она не появляется, она не заложена в бизнес-модель, она не заложена в рентабельность, мы не выделяем на это деньги, мы относимся к... И когда мы вдруг сталкиваемся с необходимостью, что нам так эту функцию надо выполнить, мы чувствуем себя какой-то жестокой жертвой разбора. Понимаете? Потому что нам надо за это заплатить, и это как-то совершенно возмутительно, ужасно, непонятно, странно, как будто обограли. Да нет, это нормальная бизнес-функция, просто надо заложить ее в систему и управлять ей системно, как и многие-многие другие. Реально это для вас? Хорошо. Два вопроса, и мы на этом закончим. Да, давайте два вопроса, ручки поднимаем. Около 10. Все, я всех уже загрузил. Сегодня спать не будет. Вопросов нет? Так, нет вопросов. Нет, я пару слов просто скажу, тогда в конце если вопросов нет. То, что мы сегодня рассказываем, понятно, что все прекрасно, но что делать? Понимаете, фишка в том, что у Александра есть четырехдневный тренинг по Росхеме. Я его проходил, я вам скажу, что я, конечно, разработал Росхему, но, как бы сказать, она мне не заработала. Я к чему? Не к тому, что тренинг плохой, а к тому, что даже за четыре дня эту штуку хрен сделаешь. Вот прям реально. Мы там прям бахали с утра до вечера и не успевали. И как бы, я вот это смотрю, но это все равно какая-то халтура получилась. На бизнес-бустере мы только хоро-социалист. Ну, ну, ладно. В общем, на бизнес-бустере мы это разрабатываем, что-то около месяца только разрабатываем и потом еще что-то около месяца внедряем. Я еще только разрабатываю, поэтому я не знаю, сколько внедряем. Вот. В общем, программа бизнес-бустера годовая, которую создал Александр Бусонский, которую я помогаю продвигать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Есть возможность туда зайти. У нас сейчас 50 компаний уже проходят программу бизнес-бустера для участников мероприятия. Если для вас реально цена 1 миллион 750 тысяч рублей за годовую программу для того, чтобы выгодить все инструменты управления, выйти на новый уровень в своем бизнесе, если вам это интересно, пока я здесь. Александр здесь только еще сегодня, завтра он уже, завтра гипс снимает, клиент уезжает. В общем, сегодня, завтра у вас есть возможность подойти и спросить про программу и несколько человек буквально еще осталась возможность по сниженной цене полтора миллиона. Просто для того, чтобы ребята, если вы готовы, есть небольшой бонус. То есть у нас это продается через автоворот, все прекрасно, у нас все хорошо, просто если вы созрели, у вас будет небольшой бонус. подходите. Я очень надеюсь, что кто-то из вас после этой конференции, через год потом приедет на подобную конференцию и расскажет, как он внедрил эти инструменты управления и какой у вас произошел рост. все остальные будут сварены и выгодят. А кто-то не приедет, потому что вы понимаете, что вот это все без того, что мы сегодня рассказывали, это огромные риски. Огромные риски. И у большинства из нас бизнесы, это не бизнес, это реально высокооплачиваемая самозанятость с несколькими помощниками. И от каждого из этих помощников реально бизнес адски зависит. Так же, как от нас с вами. И если у вас есть желание масштабировать это, чтобы этот бизнес жил после вас, чтобы он достался вашим потомкам, вашим детям, чтобы он мог реально работать без вас. Или если у вас уже есть несколько бизнесов, вы разрываетесь, вы хотите сделать управляющую компанию, например, или вы хотите упаковаться во франшизу. В общем, здесь много почему, у каждого свое почему. Но если у вас это резонирует, можете подойти, мы пообщаемся, расскажу про программу. В чат я скинул две презентации бизнес-бустера, можете там посмотреть, если есть вопросы, подходите. Спасибо. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова